Максим рассматривает медали. На этой стене представлены не только спортивные достижения мальчика, но и его мамы. К слову сказать, семья Карпачёвых спортивная, как говорится, до мозга костей. Спорт здесь в почёте. Каждый день надо спортом заниматься, чтобы стать быстрее, сильнее. Пока Максим тренируется в своей комнате, Павел захватил свободное пространство прихожей и прямо отсюда ведёт прямую трансляцию для всех любителей здорового образа жизни. Можно и на квадратном метре позаниматься при желании. Было бы желание главное. Можно и иметь огромное пространство и всё равно не тренироваться. Но всё же тех, кто готов продолжать тренировки онлайн, гораздо больше. Причём в этот процесс вовлекается сразу вся семья. Прекрасный пример – Карпачёвы. Они всё привыкли делать вместе. Читать книги, собирать конструктор, заниматься спортом. Пусть и в ограниченном пространстве. Небольшой ежедневный комплекс упражнений позволит вам сохранить хорошую физическую форму и не потерять её в условиях самоизоляции. Первое, что я бы порекомендовал делать всем абсолютно людям, за исключением тех, у кого есть травмы коленного сустава, это приседания. Это упражнение максимально для наших мышц ног эффективное и просто взрывает наш гормональный фон в положительном смысле слова. Выделяется большое количество гормонов, которые обновляют наши клетки и ткани нашего организма. И здесь важно выполнять это движение правильно. Я рекомендую встать чуть шире плеч, носочки развернуть в сторону градусов на 15-20, осаночка ровная, спина прямая. Смотрим вперёд перед собой и чуть вверх подбородочек приподнят. Представляем, что сзади нас находится стул и нам необходимо на него присесть. Опускаемся плавненько вниз до угла 90 градусов в коленном суставе, бедро параллельно с полом, центр тяжести находится на пятке, ни в коем случае не заваливаемся на носок. На вдохе опускаемся, на выдохе встаем. Вдох и на выдохе. Сделайте 3-4 подхода в упражнении по 15-20 повторов в зависимости от вашего физического состояния, от ваших кондиций. Проработали ноги, переходим к верхнему плечевому поясу. Отжимания. Здесь самое главное следить за качеством исполнения каждого подхода. Тогда результат будет выше и ваш организм получит больше пользы от выполнения этого упражнения. Многие знают про упражнения на коврике, такие как скручивание и подъёмы корпуса для того, чтобы наши мышцы живота были в тонусе. Но у меня есть шведская стенка и я выполняю подъёмы ног в висе. Для трансляции Павел использует обычный телефон. Подписчики активно общаются с тренером, пусть и в режиме онлайн. Кстати, вместо спортивного инвентаря можно брать пластиковые бутылки, пакеты с крупой – всё, что есть у каждого под рукой. В качестве спортивного инвентаря можно использовать, допустим, самое простое – это бутылки с водой. Они бывают разных объёмов. От 0,5 литра до 10-литровых баклажек вы можете их заполнить водой. Я рекомендую ещё у некоторых баклажек есть рукоятки, которые можно замотать, допустим, инзолентой, чтобы они не врезались в пальцы и тренироваться с ними. Это могут быть пакеты обычные из продуктового магазина, в которые можете положить какое-то отягощение в виде пачки гречки, риса, всего чего угодно, крупы какой-то и использовать пакеты для тренировок. Режим самоизоляции – это возможность не только освоить новые спортивные направления, выучить язык, сотворить кулинарный шедевр – это время, которое вы можете провести с близкими и родными. А что может быть ценнее? Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Конечно, нет.